И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Art of Conquest. И сегодня мы продолжим страдать всякой фигнёй. Кстати, линари я получил за каждодневный вход на плюс 200 линари. Вот они, то есть раз в неделю ты получаешь обязательно 300 линари, это здорово. Помимо всяких дополнительных плюшек. Кстати, не очень. Ну, опять-таки же, плюс 4 атаки тоже вполне неплохо. Потому что мне их дадут 2. Что произошло? Да мало чего произошло, если честно. Что-то вчера вообще не было настроения снимать. Решил, сегодня надо. Изменилось ли чего? А, ну а в релки надел. Вот это, кстати, шмотку надел. А, Сет Зари. Точнее, практически весь Сет Зари переделал. То есть, кроме шлема, опять-таки же, его, потому что у меня нету. И он у меня практически... Гримс единственный во всём в легендарке ходит. Практически во всём. Тут ещё переделать и будет во всём в легендарке ходить. Здесь даже и то... Ну, здесь перчатка, понятное дело, здесь защита. Но, как бы, всё равно. Гримсу бы, конечно, тоже защита была бы. Но, как бы, это такое себе. Здесь у него шанс критического удара. Не знаю, сильно ему нужно, нет, но даёт атаку неплохо. Это единственное, что ему даёт атаку неплохо. Вот. У него в основном лидерство. Хотя ему, судя по его способности... Кстати, здесь неправильно написано. Суть в чём, здесь 30, да? То есть, обычно, если что-то увеличивается, да? Вот, допустим, здесь. То оно выделяется зелёным. Здесь немножечко неправильно выделили. То есть, он всегда выпускает 30 ракет. Но, урон должен быть, то есть, X урон с каждым левелом увеличивается. Ещё плюс сила атаки увеличивает урон огня. Вот, поэтому, чем больше у него атаки, силы, точнее, тем лучше. Но тут, короче, такой себе. Ну, я пока что сильно не заморачивался, потому что можно было бы это что-нибудь сменить. Но это плюс 4 атаки даст. А так даёт лидерство неплохо. Ладно, с этим потом как-нибудь разберёмся. Увидим. Да, всё. Кстати. Сразу прошаримся по предметам, чтобы я всё вот показал и уже успокоился. Это мы дракончика завалили. С этим я потом как-нибудь разберусь. Да, вот у меня один такой запасной. О, кстати, запасной. Я вспомнил, я кому-то же собирался его надеть. А помните кому? А я помню кому. Веген. А чё? Два, 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 два одинаковых ей ни к чему. И надел я их тупо из-за того, что здесь магию даёт побольше. Вот. И как бы вот. Хлобысь. Да, я просто сейчас это... Вот здесь надену. Вот это вот. Ой, не этот. Вот это, да. Вот. И уже классно. Даёт защиту больше. И лидерство даёт вообще просто десятку сразу же. Так что... Точнее, не защита выносливости. А это как бы максимальная энергия и повышает здоровье войск во время бейдинга. Ну, тоже неплохо, как бы вообще-то. Вот. Так что не зря в предметы залез. Что у нас тут ещё? Что у нас тут ещё? Да, это всё, пожалуй. Да. Так. Выходим. Войско у меня пока что ничего не изменилось. Также четвёрочки не хватает. Потому что мне нужен герой. И именно с этим я сейчас хочу... Кстати, навыки-то, блин, я забыл. Навыки использовать вчера вечером. Окей. И использовать. У меня сейчас, кстати, изучается... У меня сейчас изучается уже... Ну, то есть лучников плюс 16 атака. То есть уже ещё больше атака. Так что вообще просто классно. Это прям... Я ощущаю, что они стали намного мощнее, сильнее. И прям конкретно убивают, а не просто стреляют. Да, это очень сильный показатель. Вот эти вот 15 процентов. Потому что от 16, допустим, тысяч 15 процентов... Ну, это дофига. Начнём с этого. 10 процентов, это уже, если что, 1600. Такие вот пирожки. Так. Что я хочу-то? Что я хочу-то? Как видите, Ленари у меня честка маловато. Но как бы это не беда. Ждать некуда. Появилось Клео. 20 часов осталось, ну, 21 час. Как бы Клео появилось, надо. 100 монет, 10 сундуков. Я надеюсь, за 20 сундуков, а именно 20, я думаю, смогу только открыть, я открою Клео. Так что давайте открывать. Сразу же десяточек. Парабанное ядро. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Раз. Эх, дерево. Два. Ну, тоже нормально, если было бы она. Три. Ого. А ей атака нужна? Блин, всё равно Клео мне нужна. Эх, экспо, экспо. О, а, нет. Блин, я не могу так сет набрать на эту всю фигню. Такс. Блин, я даже 10 не смогу открыть. Надо потратить тысяча. Тридцать девять. У меня даже не хватает. Ну, ладно. Давай по одному открывать. Экспо фигня. Ну, неплохо. Давай ещё. О, кстати, вот он. Вот он. Вот, видите, Авалон, порождённый лидер. Классно, хоть один предмет появился. А может уже и больше. Да, блин. Ну, да ладно тебе, а. Давай ещё. Не, я, мне не получится, по-моему, сегодня Клео открыть, к сожалению. Жаль. Жаль. О, ещё один цвет. Ну, ладно. Хоть что-то я достал нужное, хорошо. И всё равно, героя открывать следующего не буду. Ох ты, блин, нифига себе, он стоит 2700. О, о, 300 точно, 300 стоит. Один суду уже 300, я забыл. Уберю, 2700. Тоже сказал. Такс. И ещё один могу открыть, да? Да. Сейчас, прикинь, достаю героя. Нет, не достал героя. Жаль. Жаль, не до... А, у меня ещё один есть, окей. Давай. О, и ещё один предмет. Прикольно. У меня надо... А, так мне надо три предмета для... А, нет, надо шесть для прирожденного лидера. О, кстати, он ещё даст это. Ну, блин, ладно, потом саморочусь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как оно? Фигово. А, кстати, я сомневаюсь, что мне этот сет даст что-то больше, нежели большое количество лидерства, но всё равно. Но... Ладно. За 21 сундук, за следующий 21 сундук, я думаю, клево достану. Это когда я в следующий раз буду открывать её. Но сейчас, как видите, пффф, у меня судьба. Героев я открывать не буду, потому что вот это... То есть... Суть в чём? Даже если останется один сундучок, и ты открываешь какого-нибудь героя, ты обязательно достанешь героя. То есть за вот этих 40 ты обязательно должен достать героя. Все остальное это случайность, но вот в эти 40 это обязательность. Причём не обязательно этот. То есть, как видите, если сюда переключаю, здесь точно так же 21 и остаётся. Ну, ладно. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Это 150. Нет, сегодня вечером тоже не смогу достать, потому что вечером мне дадут вот это. А, может, смогу. Мне аж дадут... А, мне там дадут всего 4. Ладно, фиг с этим всем. Как говорится, не получилось. Да ладно. Кстати, у нас очень большая территория сейчас. Вот прям, я бы даже так сказал, огроменная территория у жёлтых. Отобрали очень много территорий у голубых, потому что... То есть их сейчас практически нет. То есть вот на столице и пару городов. Почему? Потому что... Очень много банило. Очень-очень крайне много банило китайцев. И не только китайцев. Чему, спросите вы? Ну, они нашли баг, с помощью которого они могли линаре. Там были скрины, у которого там просто минус... 8... Короче, минус 8 миллионов линаре и так далее. Прикиньте, 8 миллионов линаре. Вот что вы сделаете с этим? Вы не то, что персонажа прокачаете до усраного тьма, как сильно, очень песос, как сильно. Но и вы купите и предметы и так далее, и прокачаете здание, и всё в таком духе. 8 миллионов линаре. Дюбнуть. Да уж. Онлайн на игры, одним словом. Ну, дай бог с ними. Ну, я говорю не про наш сервер. я говорю про в целом то есть там показывались другие серверов так далее там же игра не первый же день поэтому как бы в этом плане все легко и просто так я могу прокачать а могу вкачать ему скилл давай этот вихр и гром прикольная штука вот увеличил зону поражения и давай вкачаем скилл так 33 и до 3 практически до 36 докачал там осталось чуть-чуть вот и будет хорошо хорошо будет боевые скиллы в качестве да конечно эти все можно вкачать супер но я ему постоянно не пользуюсь когда пользуюсь драконом мне нужно дракона не какие-то его же не плюшки пассивные а нужно реально боевая мощь поэтому как бы в этом плане я и качаю первую очередь все-таки боевые скиллы ну да ладно здесь я кстати так и не бегал нифига я лошара я ленивая лошара мне было лень бегать ну как я побегал немножечко но не так сильно как хотелось бы лично мне так что у меня есть из предметов блин так много всего сейчас на клео клео так и нету блин реально мне понравилась ее черная дыра особенно как их много так с синий красный и давай купим другим запомнил какие у меня есть не вот этого нет там вот это вот купим и огонечка нету ну все равно но на энчанта мне не хватает к среда вот у меня два из четырех все хорошо гоблинов можно помочить но гоблинов я буду мочить уже потом стоять куда я вообще бегу че я там забыл вот куда мне надо лежать а вот а хотя мог бы на стрелочку открываем новую территорию конечно же базарим с магом типа бла-бла-бла короче подзащитников бешеных орков что-то не короче пошло у них не так и все в таком духе ты что же орда а элитный орк и колотить а ты орк ветеран пост вот и тип их короче надо завалить всех но как вы уже понимаете надо не просто завалить но еще и четыре часа это локация могу открыть только через четыре часа изучение через через пять часов поле нифига себе вот этого я не ожидал что есть даже такое может быть вот собственно как вы понимаете мне нужно будет он нашел нос хаос орк варлорд эти я смог а для чего там стоял вообще а вот ветеран хаос орк надо бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла давай пиздец и а вас так мало а вы такие сильный а вас так мало а вы такие сильные это писалось это реальный писал соус не полна стать конечно хорошо это пасос я не понял где это башонька башонька то где которую это изучать ну да вот есть вот такого-то орг точно такой же по факту но если бы я смог бы ходить то мне показывал бы вот такая фигня красным чувак не сможет обратить на я пройти сюда не могу тем башонька может она здесь типа закрыта пока что я смогу открыть только позже ну ладно давайте 40 мы сначала разберемся посмотрим вообще на что я могу на что я способен против орков потому что это хоть какой-то показатель будет мне очень повезло то что у меня сейчас появил открылась как раз вот к этому ивенту открылась увеличение атаки для обещанников для лучников то есть прямо очень сильно повезло поэтому как бы нам есть нет я не знаю чего делал видите было бы атака больше бы он бы атаковал бы сильнее но к сожалению более да что это такое мне голос хрипит все лето посчитаем днем нормально припотеваем ночью замерзаю и простываю а все лето так что-то в этом году вообще все фигула нифига себе вот это не мечи это вот эти орки так мечи раздербанили прикинь не того заново задолбаюсь их лечить ты значит лишь одном смотрите делаем вызываем всех а страдают центровые это понятным делом и бой сразу же врубаем хилочку отлично да нифига не мечи дербанят просто на ура я успею я зря наверно жалда да успел слава богу на последнем дали секунду успел ну блин это дофига это это жесткие ребята я не смогу победить я орка не смогу победить своими силами да уж дальше как говорит сильнее дальше хуже но теми силами которого есть я точно смогу победить дальше вы помните да насколько я легко и играют справлялся с первыми то есть с обычными орками то есть я просто ничего не мог ничего не делать и они меня просто их протаптывали это реально я просто никакие скиллы не юзал потом просто жал трех ужал бой и все они пошли затоптали а я своими делами на втором так отсутствие о чем я говорил а то что это типа нажал тройку нажал бой и в на втором мониторе своими делами занимаюсь а тут просто короче полный контроль это без сосна нести в честно так можно вот это вот завязать к примеру ну и низ того жать на воскрешение мечей офигеть сколько их воскрешается учитывая что я их лечу постоянно да без потери то все хорошо да я и потери смогу восстановить легко то есть у меня там 13 дней или сколько там до 13 половиной дней у меня это запас есть но блин я просто прекрасно понимаю что вот на этом числе я теряю столько а на этом числе сколько потеряю а давай проверим давай проверим проверю на погнали вот того раздербаним куда ах куда я на территорию гоблинов вообще пошел зачем мне сейчас вот сюда то есть бежим обратно вот просто давай посмотрим сейчас я по максимуму попробую сделать вот все что я смогу сделать так сказать не будем тянуть кота за яйца вы знаете варку вот все равно вот так и так сносить так как он защищает территорию закрытую а мне она нужна будет так что давай посмотрим то самое чувство когда сколько их 24 орка разнесут мое войско просто в пух и прах есть я к примеру заюзаю дракона своего что мне это даст маленькая боевая единица плюс драконе черепаха а мы давай заюзаем и то и то и посмотрим что вообще в целом смогу сделать даже это же хороший месяц идея пришла в голову ладно и можно заняться на заново и ты как бы никого ничего не теряешь но блин это присос на вот честно это присос на я не ожидал такой фигни так во первых сразу же мне нужно хилку угробать без вариантов просто сразу же всех или потому что все это присос тут сразу вам видите все пошли о все-то или миньмы сдох все герои померли сразу же дракона затоптали прям вообще даже он пикнуть не успел на личном а куда я поставил хилку не я даже я хотя бы одного то вообще убил черт не подскажется я даже одного не убил а хотя не менее вот тут это три не 4 полет не судя по их ним количеством хп я хотя бы но пятерых то точно убил я надеюсь но это не вариант слова совсем то есть они размести меня в уху прав не успел окей давай попробуем через вот такое дело кстати есть у вас есть идеи как лучше допустим воевать как что лучше кастовать и так далее пишите в комментариях вообще не проблема это точно поможет вот начнем с того что это точно поможет то есть какие-то варианты событий так какие войска лучше братья то есть ну то есть вообще так теории тактики так теории кого лучше какие войска лучше купить кстати вот этот вариант уже лучше то есть вы видите прекрасно да то есть как я их разношу то есть во первых я уже точно снес поболее сейчас если у меня ганс останется нет ганс омер вот здесь стоял и замечу здесь да я уже снес больше я не спорю он видать как лучники носит просто выносят в хламину просто как из пулемета да да так лучше я правильно сделал расстановку вот это это реально показать для того что я сделал правильную расстановку войск я был снес половину наверно но они у меня убивают все равно я не смогу убить орков реально моего войска недостаточно я даже не знаю что мне сделать чтобы моего войска снова победить возможно то возможно если бы у меня было прокачано увеличение атаки на максимум для лучников для мечей то был бы шанс есть конечно меня было бы шесть мечей золотых то ваши бы я еще без проблем без проблем но и к сожалению не знаю что сделать но здесь единственно что я могу сейчас делать это вот завалите всех то есть пройти вот этот и все дальше это не пройдут я босса не смогу завалить так ладно давай посмотрим это кто откроется когда я убью всех стерых осталось только 8 и нам же будет видно кстати вот вам реально показать для того что было бы со мной есть я был бил бы первых орков то есть про что я имею ввиду помните первые орки а у них типа дают пять кристаллов второй левел то есть две звезды дают а 7 кристаллов тем этих камней так вот эти тают 7 камней но мощность у этой тридцатки так вот и у того полтинника то есть смысл из-за двух кристаллов было бы мне в возни много больше устраивать не было то есть там я спокойно чительно благородно так сказать всех убивал а тут мне бы пришлось бы возиться если бы я бы нажимал бы на две звезды и получал бы всего лишь на два кристалла больше сейчас конечно да у меня вариантов нет мне просто нужно это делать но как бы там был выбор да я знаешь правильно делал не было смысла возиться с этими кристаллами в общем потом все равно будут бегать на орках и набивать кристальчики чтобы вот это вот и дело все скупить вот это бы скупить тоже не помешало вот это бы скупить не помешало но посмотрим чем не получится потому что если в дальше по карте продвигаться не смогу а у нас еще ивент будет длиться семь дней вроде бы так что дам я смогу много чего купить кстати я очень сбил через в югу на сейчас нападать через в югу до 1 1 успели увидеть после того как я всех воскресил а сейчас я бил как ну то есть запустил не хилку а в югу и у меня меньше воскрешается ой и в жопу козел жирный какой спасательный что имею ввиду то есть не всегда лечение работает лучше нежели нападение то есть вот выбираем атаки выбираем в югу то есть я вот ставлю в югу на центр так чтобы побольше зацепила и вот таким макаром у меня воскрешалась меньше очень мечников в том плане что их соответственно умирала меньше это конечно стоит задуматься все эти по количеству то есть там у меня просто тупо половина воскрешалась и сразу из того что было у меня в целом а тут там с десяток и все так что до в югу это тоже штука хорошая надо бы все эти на экспу и вкачать у меня предметы на экспу мне их очень крайне много 500 как много это кстати еще немного у меня практически 10к накопилось 10к почти 10к очень было так много я всех героев качал опять-таки же сейчас вот раскачиваете до раскачивать раскачивать газулы я уже не использую использовать я его не буду соответственно я его качать не вижу смысла очень хотел взять сначала еще одного героя чтобы раскачивать поэтому так то в раздумьях нахожусь но этим временем осталось убить 4 только слишком много это времени не займет так как каждый бой длится примерно по минуте но вам смотреть на однообразие ну тоже такой себе даже поэтому я обычно все это делаю на паузе кстати из-за чего использую в югу очень большом количестве как вы прекрасно знаете скилл в юга он улучшается от магии а когда магии 129 я думаю не стоит объяснять почему нужно использовать именно в югу да вот ледяной взрыв как бы тоже на классная штука она мне в качестве на маленький лэл потому что я спел два сделал на спел один у меня было в качество нехило тормозит неплохо да но дамага сильно я от него не замечал в юг тоже не сильно дамажит но магия магия всего возит опять-таки же сложно сказать что же лучше то есть так в полевых условиях не так не в полевых а в боевых условиях тяжело затестить что же все таки будет лучше вот нам точно могу сказать быстро заклинали это просто огонь скилл и вообще лучше него нету длинной взрыв вообще ну в два раза опробовать потом вот здесь что сбросить все стену вообще нельзя потому что смысла в ней нету сбросить здесь все сразу же вкачиваем вот это по максимуму потом будет умешать два раза на 35 левлю как бы недолго осталось ждать это обязательно потому что магия на халяву это хорошо 21 магия куда есть там я там 129 а так будет 180 волер ледяной осколок тоже хорошая штука я думаю большого именно наносит урон при обычной атаки у аврил есть 35 процентов шанса это дофига выстрелить сосулька который наносит целью урон от холода по 4000 просто тупо так знаете короче короче 3000 сдохни короче просто реально просто сдохни потому что урон увеличить профессиональной магии кстати надо посмотреть какая формула вот это пропорционально и все в таком духе то есть это она умножается там допустим делим на 2 умножаем на число либо еще что-то интересно не к сожалению вики не написано зато я вспомнил то что здесь 2000 короче 4000 посох дает плюс 20 процентов к ледяным способностям и еще магия не надо будет есть время если вы найдете где а вот этот формулы как влияет в эту то напишите мне я тоже покопаюсь я думаю пока это видео выйдет я уже сам найду но все равно пишите потому что вдруг я не нашел если знаете будет здорово и собственно вот в этой в этой всей суммарной в этом всем суммарном безумие и прекрасно понимаю что это это песос такс но не так уж и много если что-то пошло такс в юга 2 леву а здесь в юга максимально 6 лау блин подфига это песос как дофига между прочим а ну да по факту то же самое же 2 6 3 4 около десятки еще нужно скилл поинтов а их вроде бы уже нету ну давай посмотрим так сказать по ощущениям что будет лучше выбираем то же самое всем а факт ледяной взрыв начнем с того что да сразу же область меньше посмотрим если от этого толк соответственно не буду выстрел юзать буду вырезать взрыв еще раз он быстрее откатывается к тому же и воскрешение не больше больше прям в раз в два больше чем от вьюги то есть вьюга на все равно лучше дамажит и плюс еще 6 не воскресил ну думаю не стоит объяснять вдаваться подробности из-за чего какой скилл на лучше так говорится и область и все здесь лучше ну в общем по правильному пути значит я пошел изначально и моей так сказать догадки ощущения мне не подвели значит вообще вот это вот ну хотя нет то есть смысл его оставить этот скилл хотя бы на один левел почему же вы спросите а потому что у него есть тогда вот фигня классно маска количество будут заморожены заморожены будут то есть они встанут как клошары будут стоять ждать пока ты им пиздель ломишь класс классно ладно последнее битва открываем ящик пандоры получаем людей и сваливаем отсюда на мелких орков набивать эти набивать кристальчики ну что путь что-то купить глобли на орке я думаю на орках есть смысл сходить потому что точнее только по оркам и есть смысл ходить потому что ну они слабенькие у меня не так уж и много энергии и я кстати овощи видали на 2 в юге запустил и воскресил еще меньше нежели в юга и это в общем классно все-таки как я еще в первой серии сказал я тут вчера перезалил первый выпуск 20 числа она вышел я счастлив что первым героем я выбрал именно аврил она просто офигенный персонаж реально не то что даже на первых парах она в целом потом даже участку меня валари появилась да классно классно все дела батл гидра в атаке в атаке на гидро а давло бабло я тебя не пропущу папа oxalat и там так погоди она едва раза слабее да они хп остат 30 тут тысяч вроде бы слабее но ка же чувака ты ну да да там еще и гидра хрена кайт мы погнали не ну кстати она дрищ просто даже обычные гидры и мощнее чем она да у нее атака больше но как бы это все лоховство по стране уценивает каждый и все мне весос так уже сразу понятно что с драконом не вообще юзать драконом и язык вообще нет смысла да в данной ситуации потому что мы уже на орках проверяли что это и сосная писос гидр должны подойти ко мне это пожалуй самый главный плюс в этом всем деле так самое главное чтоб не час в орион не помер знаете бьем в ту же кучу чтобы нанести единичного дамага по целям больше а нет в орион живи иди в жопу воскрешай всех о да ты воскресил молодец 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 а теперь попытки выжить потому что все остальные то что у меня подохнут так танец уже не успеваем такс отлично и давай мочи мака всех да я завалил отлично все гидр завалил остается только шлопа дня и вот это вот орки а здесь еще орки окей это фига вам или нет слушая чем затащил что ли у меня от еще мячник но ты мужик просто один остался среди всех при мужик до шансы есть шансы есть шансы были были шансы быть шанс не они так шансы все-таки есть и я это тварь завалю просто надо по-другому сделать тактику тактику тактика тактика это прикольная штука да у тебя войско в два раза больше не тебя почти в три а если чем ты можешь победить это тактикой тактика как это клёво я не знаю что мне делать с этой юлиной так сразу же в конечно же врубаем в югу тут вообще без фарика надо в югу врубать это обязательно возможно попробовать призывать лента чтобы он откликал немножечко на себя есть смысл вызвать вот это вот безумие соответственно меньше защиту а не успел бляха муха кусок говна аврилку тому же мочат йоп твой же налево там песос а здесь то песос это мы мака завалили нет через в югу на дом твои слуги лошпеды начнем с этого реально твои слуги это лошпеды но смотрите у меня здесь осталось больше у меня здесь он копии бегут улки уху это мне либо повезло либо я все-таки сделать что-то правильно потому что видите у меня еще и копии остались не только луки еще и герой а герой это довольно таки неплохая мотивация на победу да да целый стак лучников целый так что еще и золотые господи мне лечить меньше это здорово да идите вы в жопу это самое лучшее что я могу сделать но потерял дофига войск честно просто просто пясос просто пясос вот шесть неплохо да бла 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 я тип чё там короче такой это все кристаллы если я першечу кристаллы что ли собрать а ну по факту да открыл новую локацию открыл новую локацию плюс вот это вот откроется потом ну кристальчики хотя бы собираю конечно да но дальше так хуже опять таки же вот это я уже не открою дальше потому что я не могу убить орков это конечно да я хочу этот кристалл общаться брать чуметь мелочь что пузатая я могу купить 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 я могу Энчант своего меча. Да. Герой. Руфил энчант. И заколдовать. Бля. Вот вы, пидро. Извините, за мой французский? Реально, вот и пидро. Это Пезос. Это Пезос. Это Пезос. Мне их надо два, то есть теперь мне их надо восемь вот этих. Я настолько много не рассчитывал. Не, конечно, я все равно вкачаю. И, кстати, что вот эти за звезды? А, вот что за звезды. То есть, если я сейчас еще раз вкачаю, у него появится одна звезда. И хирург, ну, скорость от атаки плюс 15% есть, конечно, в этом смысл. Но это Безос. Это Безос. У меня сейчас только вот этого одного не хватает. И одиночки. Одиночки не хватает, понимаешь? Ну, как бы мне все равно их там так и так покупать. Это Новый, это Безос. Кошмар. Ну, плюс единичка атаки, плюс единичка лидерства. Это, конечно, здорово. Это, конечно, запечатленно. Но это все равно Песос. Нам. Да. Все. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. Комментировать. Ну, конечно, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Всем счастливого. Добра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok